В России намерены вести обязательное страхование туристов, выезжающих за границу. Сейчас подобное правило действует только в Шенгенской зоне. Инициатива страховки туристов на миллион рублей возникла после целой серии ЧС за рубежом, где пострадали россияне. В Абакане суд вынес приговор организованной преступной группе, которая содержала наркопритон. В квартире две женщины и мужчина варили крокодил и там же давали его наркоманам. Главный фигурант – мужчина получил три года колонии строгого режима. Почта Хакасии не хочет платить штраф. Почтовики незаконно брали с адресата в плату за выдачу международного отправления мелкого пакета весом свыше 500 граммов. Антимонопольщики наложили штраф на почту более 600 тысяч рублей. Почтовики обжаловали решение суда, но получили отказ. Минздрав соцразвития открыл интернет-ресурс «Атлас профессий». Там представлены самые востребованные профессии на рынке труда, уровень зарплаты и список учебных заведений, где можно выучиться на указанную профессию. На этой неделе россияне будут отдыхать три дня подряд. Международный женский день – 8 марта, традиционно нерабочий день, приходится на четверг. Выходной день с воскресенья 11 марта переносится на пятницу, 9 марта. Суббота сохраняется.